Мария По происхождению имя Мария является древнееврейским. Более того, оно считается библейским именем. Произошло же от слова переводящегося как горькое, желанное или безмятежное. Версий перевода этого имени много и сказать точно, что оно значит, достаточно трудно. Женское имя Мария пользуется спросом во многих странах мира, но понимается во многих культурах по-разному. Зато в одном, все они сходятся без исключения. Это имя имеет очень сильную энергетику и может сулить носительнице много уникальных качеств. Имя Мария в рейтинге популярных женских имен занимает четвертую и шестую позиции и стабильно приходится на 50-55 девочек из одной тысячи новорожденных. Значение и энергетика имени Мария Значение имени Мария таит в себе множество интересностей, но самая главная интересность заключается в том, что это имя может сулить носительнице целый букет очень хороших и нужных характеристик. Например, это доброта, щедрость, доброжелательность, заботливость, серьезность, пунктуальность, обязательность, постоянство, сдержанность и непомерная сила воли. Марии в своем большинстве нежные и заботливые женщины, извергающие любовь, внимательность, заботу и мягкость. Мария легко превращается в добрую и нежную девушку, но может в любой момент стать и зверем. Спровоцировать ее на это может лишь одно – обида, задевшая ее самолюбие или достоинство. Достоинства и положительные черты Она щедрая, добрая, всегда поступает как можно лучше в отношении других людей, не пытается обманывать, честна и бескорыстна, позитивна и оптимистична, серьезна, постоянно, целеустремлена и обожает самосовершенствоваться. Мария плохо относится к людям, которые пытаются пользоваться ее добротой. Плюс она ненавидит людей, давящих на жалость. Никогда она не поможет такому человеку. А еще Мария может избегать общения с людьми-лидерами, так как считает, что все должны быть равными. Астрологическая символика имени Мария Камень-талисман – алмаз, сердолик, гранат. Планета-покровитель – прозерпина. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ носителя имени Мария – голубь. Растительный символ – василек. Лучший зодиак – дева. Число Марии – четыре. Счастливый день – суббота. Идеальный сезон – лето. Мария в детстве Значение имени Мария сулит в раннем детстве много хороших качеств. Но далеко не все они сказываются положительным образом на характере, названной так девочке. У этой малышки полным-полно недостатков, выступающих в роли вполне нормальных качеств. Это доверчивость, наивность, мягкость, неумение и нежелание спорить, покладистость, сентиментальность и застенчивость. С одной стороны, поладить с такой легче простого. Да и родители этой девочки всем всегда довольны. Но с другой стороны, в будущем все эти качества могут крайне негативно сказаться на отношениях со сверстниками и окружением. Зато в ней есть оптимистичное отношение к жизни, положительный нрав, добропорядочность, доброжелательность, мягкость и добродушие. Эти черты просто не могут не притягивать к ней людей. Но несмотря на значение, сулящее все вышесказанное, родителям все же стоит уделить внимание воспитанию девочки с именем Мария других, противоположных качеств. Ибо в противном случае, в будущем, ей будет крайне сложно достичь успехов, как в учебе и работе, так и в отношениях с окружающими ее людьми. Мария-подросток Мария-подросток – это все тот же застенчивый, нежный, мягкий, доверчивый, наивный и неспособный на ярости спора ребенок. В зависимости от воспитания, она может стать либо застенчивой и закомплексованной девушкой с кучей негативных комплексов, либо же напротив. Положительность со всех сторон девушкой-лидером. Все зависит от того, какие черты в ней будут проявляться по ходу взросления. Зато есть момент, просматривающийся еще с детства. Он заключается в любознательности и готовности познавать все непознанное. Мария – это вполне способная ученица, с удовольствием изучающая все предметы, как в школе, так и в других учебных заведениях. Хотя и тут есть одно «но». Из-за прилежного обучения к ней могут начать слишком хорошо относиться преподаватели, что, соответственно, негативным образом может быть воспринято сверстниками, в частности, одноклассниками и однокурсниками. В браке Мария очень расчетливо и хладнокровно подходит к выбору будущего супруга. Ей важно, чтобы мужчина был податливым и спокойным, чтобы можно было максимально подстроить его под свои рамки. С мужчиной, противящимся ее влиянию, она просто разорвет отношения. Однако тот, кто сможет пройти этот этап, получит в супруге женщину с чувством безграничной любви и преданности. Она очень любит чувствовать себя желанной и любимой, поэтому муж должен регулярно оказывать ей знаки внимания и галантно ухаживать за ней. И она по праву заслуживает такое чуткое отношение, ведь она действительно великолепная хозяйка, создающая домашний уют, содержащая дом в идеальном порядке и постоянно жертвующая собой родить членов семьи. Мария привыкла быть шеей семьи, указывающей главе мужу направление, куда ему повернуть. Ни одно важное решение она не позволит принять без ее согласия, поэтому ее мнение чаще всего является решающим. Мнение мужа она учитывает, но не всегда к нему прислушивается. Она умеет во всем отыскать золотую середину, чтобы никого не обидеть. Мария как мать Мария лелеет и любит своих детей. Материнство для нее самое большое счастье, поэтому она без сожаления дает детям всю себя. Ее преданность детям не знает границ. Она готова когтями въедаться в лестницу жизни, лишь бы ее малыши были здоровы и счастливы. Ее дом – это ее собственная крепость, где каждый член семьи найдет свое счастье, покой и радость. Мария не может не баловать своих чад заботой и лаской. Иногда из-за этого дети могут начать садиться на голову и пользоваться маминой добротой, но это не останется безнаказанным. Не стоит забывать, что у этой женщины стальная выдержка и сильный характер, поэтому вовремя проявить строгость и поставить малышей на место для нее не проблема. Как любящая и понимающая мать, Мария всегда готова выслушать проблемы своих детей и взглянуть на них с разных сторон. Она не осузит, а поддержит, поможет понять ошибки и подскажет, как быть дальше. Она бдительно следит за образованием детей, а их физическим развитием предложит заняться отцу. Совместимость Наилучшая совместимость у имени Мария с такими мужскими именами, как Влас, Геннадий, Евдоким, Иосиф, Осип и Эдуард. Крепкий и прочный брак Мария сможет построить с мужчинами, которым принадлежат такие имена, как Адам, Алексей, Эльдар, Ян, Тимофей, Давид, Денис и Илья. А вот с Альбертом, Филиппом, Юлием, Робертом, Иваном, Альфредом, Владленом и Севастьяном вообще нет совместимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова